Я приветствую всех нас вместе и каждого по отдельности, и каждого по отдельности в нашем сегодняшнем эфире. Дорогие, мы на прошлом эфире с вами слушали, вы слушали, я вам рассказывала про такую интересную науку, которая называется фаттология. Она изучает кишечные газы человека. Это такая, знаете, новая наука, как в современности сейчас говорят, но если мы туда вернемся, там, в Средневечие, там, эти все дела, то, в общем-то, тогда люди больше имели знаний на эту тему. И больше имели знаний, слушайте, и, в общем, меньше хоровали, да, меньше болели, меньше у них было всяких болезней, потому что питание было другое, совершенно другое, чем то, что мы сейчас имеем с вами. И что касается газов кишечных, да, вот я на прошлом нашем занятии рассказала вам про метан, про сероводород, сегодня про мяк расскажу. И вот что касается газов, послушайте, вы просто в личку потом написали некоторые из участников вопросы, да, а что же делать, что же делать, как быть, чтобы они не образовывались. В общем, процесс пищеварения, он так сложен у нас, да, плюс у нас еще много отделов в нашем пищеварительном тракте, много бактерий, много листов, очень много всех вот этих квартирантов, вот. И что тут делать можно, да, ну, что делать, приходите на занятия, прежде всего, вот, приходите, обучайтесь. Вот что касается обучения гимназии свет разумом, вот там как раз я наших учеников изначально обучала, как нужно правильно питаться, чтобы меньше этих газов у вас образовывалось, таких газов ядовитых как раз. И если кому-то из вас интересно поработать с вашим телом, то приходите на занятия, это у нас называется базовое обучение гимназии свет разума. У нас еще есть в записи занятия, которое называется малоед, у нас есть несколько частей, 6, кажется, мы проводили онлайн, но они остались у нас в записи, поэтому они тоже у нас предоставлены для приобретения. Можно подключаться, некоторые слушают, есть у нас еще антипаразитарный курс, который длится целый год, он в записи, теория в записи идет, а что касается практики, то у практики есть Отдельный чат у нас есть к антипаразитарному практику, где в этом чате можно задавать вопросы, слушайте, и в личке у нас идет наблюдение. Еще к этому практику есть два добавочных чата тоже по теории и по приему препаратов, так что тоже есть возможность пройти. Он длится год, чтобы вы понимали, целый год, да. Мы делали несколько практиков уже, которые длились месяц, но это все ни о чем, в общем-то, потому что, так как, знаете, люди живут, каждую свою жизнь, не успевают ее жить, эту жизнь свою, да, плюс еще тут праксис, он касается вашего здоровья, тела прежде всего, и, так сказать, знаете, люди просто не успевают это все делать, сказать вам, да. Я так, знаете, думала, да, думала, думала, чтобы сделать сегодня продолжение вот этих газов кишечных, но вот сейчас тему поменяю немного, тема касается всех занятий, которые я предоставляю вам, плюс у нас духовные практики есть отдельно, да, вы знаете, там у нас и поклоны есть, и планку мы держим, и есть дневник благодарности. Я тоже в этом отдельном чате вам с вами делюсь, что это такое, и почему это так важно делать серьезно, да. Знаете, что я хочу вам сегодня сказать? Хочу вам все сказать, знаете, что из своей большой практики, и также из практики моих учителей, а их есть там, знаете, несколько, что все дело не в духе, а в теле. Вот с самого начала, когда, вы помните, когда я начинала вот эту всю деятельность с Константином, сначала это была Светлана, потом Светлана ушла, и Константин остался, подключился, извиняюсь. А вот я с самого начала говорила, тело, тело, там и живут эти все микробы ваши, да, которые вами управляют и так далее. Так вот, мои друзья, все дело, в общем, не в духе, а в теле. Я сейчас передаю вам свой опыт и также опыт моих учителей, у которых я могла учиться беспосредственно и учусь дальше. Так вот, а опыт я уже делилась с вами, мой, да, 26, там, ну, чуть с лишним лет, но буду закруглять в меньшую сторону практики моей. Так, это то, знаете, что, что вот я заметила за все вот эти 26 лет, так это то, что вся работа ведется над трансформацией тела, а не над какими-то воздушными замками, вот вы откройте уши и послушайте, да, и почему вот мои занятия, мои курсы, они отличаются от множества других курсов. Вот, и многие упражнения, практики, знаете, можно назвать духовными, правда, это правда, да, но вся эта работа, она направлена только на одну цель. На какую цель? Слушайте внимательно, цель стереть негативные записи тела и перезаписать позитивные, и ничего более, и ничего более. И как бы вы не занимались, как бы вы не называли, знаете, вот свои практики, да, молитвы, медитации или мантры, когда я 4 года тому назад зашла в это пространство, то все там медитировали, да, в общем, ну, понятно, да, что все так хотели убежать отсюда, вот, куда-то вот деться, да, но... И вот как бы вы не называли эти свои практики, да, молитвы, медитации, мантры, еще как-то, то все это заточено только под одно. Стереть негативные программы тела, слушайте внимательно сейчас, и перезаписать новые, я объясняю, простым русским языком. Это наш общий язык, да, то, что мы в Советском Союзе родились все, родились и воспитывались одинаково. И многие, наверняка, знаете, замечали, что даже минимальное ухудшение здоровья, недостаток сна или питания сразу сказывается на вашей медитации. Сразу. Потому что в основе медитации лежат тонкие химические процессы, а не некие духовные выдуманные категории. И стоит вам поехать там в отпуск, в другую страну, и качество вашей медитации очень сильно изменится. Так ведь, мои друзья? Минуточку паузу сделаю. Еще раз повторюсь, слушайте, еще раз повторюсь вам, что стоит вам поехать куда-то в отпуск, в какую-то другую страну, в другой город, и качество вашей медитации, они сильно изменятся. Если вы не адаптировались после перелета и попытаетесь медитировать сразу по прилету, то медитация будет, как правило, неудачная, так как адаптационные процессы тела не закончились. Понимаете? Да. Да. Вот даже такая мелочь, даже такая мелочь, вот как перемена места. Физическая адаптация влияет на медитацию. А медитация, это не вершина практики, чтобы вы понимали. Вот то, что я пронаблюдала, среди людей, которые туризмом занимались, туда-сюда, про какую медитацию вообще речь идет. А медитация, еще раз повторяюсь, это не вершина практики и не ее источник. Медитация или молитва – это всего лишь метод, верно применяя который можно стереть негативные процессы в теле в той или иной степени внимания, в той или иной степени внимания. Я дала метод вам, вот четыре года тому назад, биохимический метод, очень старый, кстати, метод. Там ажиотаж был, до сих пор ажиотаж на эту тему. В той или иной степени. Вы услышите это. Я уже как профессор Осипов говорю. И вот чем чище ваше тело… Меня радует, что есть тут, знаете, среди наших учеников и учениц, есть вот те, которые следят вот за этим всем. Меня вот это очень радует. И вот чем чище ваше тело от программирования, от замкнутых блоков сознания, от ограничений ума, тем легче вам развиваться. Через тело вы чувствуете духовный подъем тогда. Но вот этот духовный подъем, он переживается через тело. Больше через ничто. Через тело. Вот это тело почувствовало тонкие изменения в своей биохимии. Вот про что. Вот про что все вот эти вот мои курсы там, занятия и так далее. В своей биохимии почувствовать. Знаете, хотя ощущения, которые вызваны вот этим правильным биохимическим сдвигом, трактуются нами как некие духовные. Но на самом деле творчество, вдохновение, радость и подъем – это никакие не духовные чувства. Это нормальные чувства. Нормальные чувства, так же, как и некоторые экстатические чувства, но вроде высшей любви и тому подобное и так далее. Это все естественные переживания человека, который уже поменял биохимию своего тела. То есть перезаписался. Вот что делали ученики, мои ученики, которые ко мне пришли – перезаписаться. Даже те, которые потом ушли обратно, да, они уже немножко перезаписались. Понимаете, и вот именно поэтому все методы требуют времени. Это не месяц и не два вам тут. Помните же, я говорила все время. Услышьте, услышьте. Не год, не два, не три, не семь, не десять. Все методы требуют времени. Даже, смотрите, при идеальном исполнении требуются годы и годы работы над собой. Вся жизнь, чтобы закончить трансформацию тела. Никакой близкой цели вот в такой трансформации быть не может. Требуется вся жизнь и не меньше. Иногда несколько жизней, если целью ставится мокша. Мокша, то есть это растворение физического тела в Абсолюте. Если у кого-то такая цель есть, да, то есть это несколько тогда вам жизни надо. Понимаете? И вот вопрос наверняка сейчас у вас возникнет, а что же нам мешает приблизиться к Богу? Спросите вы меня, да? Да ничего. Абсолютно ничего, кроме собственных проблем сознания, прописанных в нашем теле. Вот это услышьте не в мозге, а во всем нашем теле. Мозг не ходит отдельно от вас. Бога от человека никто никогда не отделял, кроме самого человека. Он все время с каждым из нас. Но тело как проводник не обладает ни высокой частотностью, ни тонкой настройкой химии, чтобы быть вот этим удачным проводником. Ни множеством других каких-то необходимых качеств. То есть одним словом, мои дорогие, хорошие, уважаемые, одним словом надо научиться не мешать Богу, то есть абсолютно быть там, где Он уже есть. Именно тело, тело, то что во всех занятиях я стараюсь доносить людям. Именно тело источник всех неудач в духовных поисках. Всех, источник всех срывов, откатов и падений. Потому что тело это хранитель всех дел, всех совершенных нами карм, всех негативных реакций человека за все воплощения. Поэтому духовное развитие надо начинать не с абстрактных идей и философий, а с работы над телом. Желательно начинать снаружи, постепенно двигаясь внутрь. В гимназии я предоставила вам 9 уровней. Почему-то все думают, что это как-то вверх туда человек поднимается. Да нет, это снаружи, вглубь вас туда. Снаружи, вглубь. Поймите, да? Желательно начинать снаружи вот то, что делаем мы. Постепенно двигаясь внутрь, помогая телу раскрывать глубинные записи. Без внимания, без сильных травм и срывов. Вот про что. Вот куда я веду, вела, веду и буду еще какое-то время вести. Без сильных травм. Их уже столько много было. И срывов столько много было у каждого. Понимаете? И что я подразумеваю под постепенностью. Постепенностью. Я говорю, постепенно двигаясь внутрь. Вот прежде всего надо начать со здоровья. В здоровом теле здоровый дух. Все давным-давно это знают. Но мало кто делает. Мало кто знает, как это надо делать. Понятно? Понятно всем, что мы умрем. С каждым годом здоровье будет хуже. Хоть каждый день. Там бери, упражняйся. Знаю, что там делай, да? Космические законы еще никто не переплюнул. Не отрывайтесь от реальности. Но начать-то процесс нужно. Поэтому здоровье и полноценное питание, обеззараженное питание по программе гимназии свет разума, это то, с чего все начинается. Нет здоровья и плохое питание и заразное, никаких медитаций у вас не выйдет. Исключение составляют те, кто идут экстремальными методами верования. Но они реально очень экстремальные, поэтому там смертельность очень высокая. смертность. То есть это самоизоляция, экзальтация, неподвижность в течение многих лет, голодание и прочие вот эти все тяжелые аскезы. Я тут стараюсь говорить о путях, которые не ломают жизнь человека. Надо постараться пройти свой путь насколько возможно мягко, хотя совсем мягко пройти его никак не удастся. Потому что первое правило это постепенность. И начинать, начинать с азов. Если упал, то снова с азов, а не с вершины. Помните наши дорогие ученики? Сорвался, зашел там уже на пятый, шестой уровень сорвался, куда идем? С азов, идем опять на первый уровень и начинаем опять идти, подниматься. Вот смотрите, если мы возьмем, к примеру, среднестатистического человека, желавшего достичь просветления. Тоже такая тема, везде ж видели сколько много видео, занятий на эту тему. Возьмем такого среднестатического человека, желавшего достичь просветления. Со своей линейной логикой он начнет практиковать часами напролет какой-то медитацию или молитву. Ну какой именно, на самом деле, в общем, не важно. Ну вот так же они и делают, правда. Вот, но нормальный человек это, простите за сравнение, совершенно инертная машина. Если говорить с улыбкой, то баран просто. Вот. И всю свою жадность он перекладывает с мирских вещей на саморазвитие. И начинает медитировать там по 5, 6, 7, 8, 9 часов в день ради просветления. Обездвиживаться, изолировать, да, там все такое, изолироваться и так далее, да. Вы вообще представляете, что после этого произойдет? Я думаю, что вы не представляете. Сейчас я вам расскажу. Свет начнет приходить в тело. И весь нетрансформированный вот этот кошмар, который был записан в прошлой памяти тела, он предстанет перед человеком. Это как фильм ужасов. Знаете, я иногда вот даже так и говорю, что вот, ну вот, домедитировался до чертиков. Знаете, вот эти все черти, фобии, бесы, монстры, инопланетяне, вот они все предстают перед человеком. Там все такое остальное. И человек испытывает страшное истощение. И как следствие он зарабатывает невроз. Это очень деликатно говоря. Представляете, если человек переложил свои амбиции на духовное и медитирует долго по 5, 6, 7, 8 часов в день. Свет придет в тело и, несомненно, но человек вместо света увидит кошмар самого себя. А здоровая психика, конечно, сможет с этим справиться, если полностью прекратить медитацию и подлечиться. Но если психика слабая, то вряд ли. Уже давным-давно никого практически нет с здоровой психикой. Даже те, которые лечат нас. Потому что вот эти все чертики, фобии, там эти бесы всегда. Все, что всплывает, это мы сами. Все, что мы видим, это мы сами. И вскрывать это надо постепенно, опираясь на опытных людей. Начинать с азов, а не медитировать по 5, 6, 7, 8 часов в день. Понимаете, потому что вот эта медитация длинная по несколько часов в день, она ничего не даст человеку. Так как после того, как свет начинает вытеснять внутренние кошмары, человек покинет свою зону комфорта. Почувствует себя плохо и без энергии. Как со всеми вот этими страхами. Бороться надо же. Надо бороться. В результате человек только бросит. Бросит духовный путь. Скажет, это слишком тяжело. Или не по мне. Ну что после медитации делают обычно. В кругах там гонги бьют, там пьют. Потом водка придут. Тут в ужасный откат эти черти беса их туда же и тянут. В результате бросают люди. Бросают. Бросают этот духовный путь. Знаете, каждый по-своему там объясняет. У меня нет времени и так далее и так далее. И так как не остается иного выхода, как вернуться в свою комфортную зону. Забыть о всяком духовном поиске. Именно поэтому, вот подчеркиваю, трансформация – это процесс постепенный. То есть перезаписывание. Это процесс постепенный. И надо начинать с первого уровня, а не с последнего. А у нас все начинают с последнего. Медитации, разоточрисления, адвайты. Понимая, что трансформация – это все одна сплошная химия сознания и тела, надо вначале помочь телу. Слышите? Здоровье – хорошее обеззараженное питание. Разумное питание. Также разумное занятие любимым спортом вашим. Разумное, разумное. Не так, что тоже там в йогу бросаются, как сумасшедшие там в этой йоге. Разумное, опять-таки. И основное внимание надо уделить следующим компонентам, как я вам сказала. То есть умение по-настоящему глубоко расслабляться в любой момент, в любой ситуации. Следующее – подвижности суставов. Следующее – эластичности мышц. Вот таким вот образом любой вид нагрузки, который разрабатывает суставы и снимает мышечное напряжение – это то, что надо. Потому что если негативная запись грубая, поверхностная, то она создает мышечный зажим. И она блокирует циркуляцию энергии. Она блокирует также периферическое микрокровоснабжение, кровообращение. Вот с этого надо начинать. А если запись более глубокая, то только гибкостью тела и релаксацией какой-то, да, вот ее не перезапишешь. Надо двигаться внутрь, в другой уровень работы. То есть это ощущение. Тренировать ощущения. Тренировать ощущения лучше не через экстрасенсорику, а через чувства в движении. То, что я вам предложила. Поклоны. Планка. 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 Еще у нас сегодня я допишу еще одну практику, называется Планка Рейха. Рейха, не Рейха, правильно по-русски. Рейха. Еще одно, да, приседания у нас также. через чувства в движении вы можете добавочно сами тоже себя выбрать выбирать систему по душе вашей может быть тайчи это может быть танцы или все вот то что воспитывает у вас ощущение духовного подъема и радость дорогие вот на этой стадии появится появится осознание чувств вы сможете легко уже фиксировать недостаток энергии ваши чувства становятся грубыми лишенными красок нормальное количество энергии когда вы бодрые полны оптимизма и творчество уже проявится сильная интуиция работа с уровнем чувства на она уже требует и осознание чувств и перестройки поведения вежливости к другим акта и уважению понимание того что нет мира вне нас все наши гнев и зависть злоба осуждение недовольство высокомерие не любовь являются порождением нас сами они обстоятельств вокруг нас когда возникает уже в здоровом смысле вот этого слова смирение которое переплавляет все эти чувства высокомерие чувство единого таким образом вот на упражнение и изменение поведения реакции потребуется время время потребуется это не одна неделя не два месяца два года и пять лет и десять вот после того когда чувства проработаны и тело приведено в тонус у вас будет достаточно энергии начать работу уже дальше с энергетическими потоками в теле не слушать эти забабоны там теле самостоятельно сам в это будете чувствуем но только после всего того что я вам здесь рассказал и для этого вы можете использовать и на игол и цигун и ты на гадалам и энергетические пранаямы йоги и прочее всякие искусства которые помогают освоивать осваивать освоить в общем энергетику я очень прошу обратить прошу вас обратить внимание что если вы начинаете работать с энергетикой сразу не трансформировав поведение и трансформировав чувства и телесное здоровье вы получите букет неразрешенных проблем автономы кто шел так в автономии да то ко мне имел претензии ко мне юлии николаевне ко мне имел претензии почему я ничего не ем а выгляжу очень хорошо потому что я давно работаю со своими чувствами и с потоками давно мои друзья очень давно буду делать знаете из этого рекламы какой-то потому что это вообще не к месту вот с такой практикой с такой глубинной работой вы ничего не едя выглядит шикарно никто к вам не подкопается а люди не зрелые зловещие у которых записей много и глубоких и поверхностных ужасных до этого всего злого они во всех других видят все то же самое обе все просто не дают возможности увидеть мир такой как он есть и цветов цветовой гаммы диапазон цветовой который вижу я и который видят люди которые еще там начинают свой путь он совершенно иной у того человека и у меня я вижу очень много оттенков и цветов там человек видит очень маленький диапазон это слава богу если он видит 7 этих цветов это слава богу реально слава богу надо хвалить и славе бога за то что хоть столько видит что-то там может чувствовать ущипнешь хоть чувствует да скажешь пошел ты на туда или твою мать вот тогда очнется а вы меня обозвали или что-то еще тогда хоть сюда на секунду человек оживает но другому никак ласковые слова не работают только матерные оживляются на пару секунд потому что там записи очень много негативных только они срабатывают так что обратите внимание если вы начинаете если вы начнете работать с энергетикой сразу а все что вот люди так и делают трутся в эти мантры медитации не начав с азов не трансформировав поведение свое чувство телесное здоровье получает букет неразрешенных проблем как по телу по психике по семье и по финансам везде знаете во первых вот если тело оно нездорово оно у всех практически нездорово с самого рождения с самого рождения вот я у нас сейчас идет марафон осознание силы рода где вот сейчас у нас второй модул начался второй модуль по русски мы сейчас разбираем маму чувства мамы разбираем я людям рассказываю как это важно почему один первый ребенок от того же мамы и папы рождается здоровый а второе все хуже и третье хуже и хуже судьба хуже там я рассказываю кому интересно подключайтесь сразу вас подключим будете прослушивать первые отвечать на вопросы домашнее задание делать и потом ко второму а можете подходить во-первых смотрите если тело нездорово оно нездорово у всех а вы гоняете по нему вот эту увеличившуюся энергию то та болезнь которая у вас или болезни которые у вас есть они будут прогрессировать даже если вы будете одну морковку есть или вообще не будете есть они будут прогрессировать еще пуще прежнего а не уменьшаться как вы могли предполагать то есть чем лучше вы будете делать технику тем больше вы будете болеть именно поэтому ступень хатха йоги или там работы с телом предшествует пранаями или работе с энергией понимаете поэтому я никаких не давала медитации ни техники никаких я не давала никаких там люди орали скажите я же там летаю левитирую дайте дайте что вам дать инвалиды что вам дать чтоб вы померли быстрее точно так же вы тоже в праксисы заходили дайте дайте быстрые препараты давайте чтоб вы померли быстрее да вы опомнитесь и далее смотрите если в вас не изжитый гнев а он не изжитый вас зависть не изжита если в вас не изжита осуждение оно не изжит жадность высокомерие и все это прочее то вся вот эта энергия которую вы скопите в результате энергетических упражнений катализирует вот эти негативные реакции до космических масштабов в результате вы можете сами себя съесть или проще говоря истощиться что и происходит потом ходят такие знаете скелеты синими глазами со скальпом приросшим тут вот к костям и тычут во всем пальцем что вы не автоном вы должны выглядеть как мы с зеленой с синей кожей совпавшими глазами с синюшными там еще что-то нет 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 то есть иными словами вас будет раздражать все оно раздражает вас будет раздражать вас все что движется вот до такой степени что вы будете падать от бессилия и все ваши маленькие страхи станут настоящими кошмарами и все ситуации вокруг вас будут крушить те самые гнев зависть осуждение высокомерие нелюбовь и так далее и так далее и так далее поэтому мои дорогие поберегите себя я с самого начала деликатно старалась говорить очень деликатно поберегите никто не слышит пока не скажешь слово на букву б или там вашу мать тогда что-то там услышат эти люди еще между собой там начинают там наяривать так кто-то тут имел право сказать такое слово а по-другому не слышу понимаете не слышу никак поэтому не начинайте работу с энергетикой до тех пор пока вы не проработали чувства и реакции приходите на марафон проработать чувства вот начиная от ваших родителей сначала от корней чувства и реакции посмотрите что там люди пишут тоже в чате станьте вначале человеком человеком с чистым сердцем человеком с большой буквы работа с энергетикой она поднимает чувствительность еще на одну ступень позволяя убирать негативные записи на более тонком уровне в программе гимназии свет разума там заходит бараны реально заходили бараны понимаете во сне тупые овцы машины которые машинально реагировали при помощи обеззараженного питания потихонечку постепенно постепенно человек начинал что-то чувствовать один шаг второй шаг по чуть-чуть по чуть-чуть вот при помощи этой биохимии еще вот всех остальных лекций то что я рассказывала постепенно аккуратно людям убираем постепенно негативные записи на более внимание тонком уровне также это чувствительность энергии она помогает выживать помогает чувствовать куда нужно пойти где опасность или где хорошо помогает получать вам вот тем которые зашли в программу слушают слышат что я говорю помогает получать внутреннюю информацию от об объекте дает прямое знание от среды помогает дает вот это чувство знать знать это чувство знать что полезно есть а что нельзя также проявляет свойства бесконтактных взаимодействий бесконтактных еще телепатии называют или спасом еще называют и и вот работа с энергетикой она включает мощный механизм самосохранение она помогает отличать путь от бездны вся наша программа гимназии свет разума это работа на биохимическом уровне на тонком уровне работаем с перезаписью осторожно постепенно мягко работа с энергией знаете но также в некоторой степени услышите в некоторой степени она может и у всех у некоторых может активировать паранормальные способности о которых я тоже говорила даже еще список там целый давал но но если негативные чувства изжиты не так что вы там зашли похлебали обеззараженной уже там на метре летайте дни года работы если негативные чувства изжиты вы будете тогда держаться божественной любви всячески избегать этих способностей а если же чувства не проработаны вы автоматически будете искать больших сил больших способностей и очередного большого еще более сильного гуру вот что происходит со всеми пройдящими в ютубах в телеграммах во всех тут соц сетях онлайн и онлайн не изжиты негативные чувства одной психотерапией вы не отделаетесь нужно еще тоже попасть на такого психолога который изжил это у себя таких нет нет таких просто нет нет к сожалению все вот это вот эти поиски больших сил больших способностей очередного более сильного гору и вот это полностью остановит путь и останавливает и сделает вас несчастным человеком и делает вас несчастным человеком так как любая медитация ради силы или способностей порождает ровно противоположный результат никто вам об этом не сказал раньше ваши большие буру любая медитация вот запишите себе красным карандашом любая медитация ради силы или способности порождает ровно противоположный результат получаем истощение человека или на решение его в жизни даже того что он имеет а потом говорят о чушь он такой мудрый там медитирует и чем-то он такой бедный чем без денег из дома просит подаяния теперь знаете что надо быть аккуратным с мотивацией на пути кроме того если некие способности не проявились на этом уровне работы с энергией и захватили человека овладев его разумом это порождает высокомерие таких очень много иными словами изоляцию от всего знания и менеджмент не не из центра сознания человека а со стороны некой сущности из из потустороннего мира из этого паразита или там демона простом и при этом человек со сверхспособностями как правило находится под гипнозом этой сущности а сам ничего не соображает так как на своем лице своим животным ценности а истинный путь это поиск счастья счастье приходит единство с богом поэтому люди удерживаются высших качеств а не способности вот когда заканчивать вот и когда смотрите фаза работы с энергетикой пройдены а именно человек уже владеет не только кожной мышечной но и костной чувствительностью слышите костной чувствительностью а тут вообще таких нет кожной даже не владеет и не мышечной когда вот эта фаза с энергетикой пройдены человек уже владеет кожной мышечной но и костная чувствительность то можно уже переходить тогда к следующему этапу это уровню света уровня света поскольку здоровье чувство энергия энергетические каналы уже более или менее вот слышите более или менее очищены не на 100% поймите что вы там раз в год таблетку от глистов возьмете или там покушаете раз полгода обеззаражена это вообще ни о чем поэтому если опять говорю да поскольку здоровье чувство энергия энергетические каналы уже более или менее очищены можно начинать процесс нисхождение света нисхождение света я давала там очень мягкую практику костя ее сейчас продает у себя мою практику моим голосом нисхождение света и вот на этом этапе но это для подготовленных кстати да уже он об этом не знает вред можно нанести людям но и смотрите вот на этом этапе вы можете использовать уже дети медитации из йоги или вам уже даже необходимо уже найти настоящего мастера знанием уровня света и выше считаются в природе уже эзотерическим то есть они не записаны поймите они передаются только от человека к человеку поймите да поэтому таких знаний я никому не передаю я лично не передаю только когда я вижу человека вот перед собой без телефонов без видео без каких-то жуков там еще чего-то да и другие учителя точно там же как я такие знания передаются только от человека к человеку но нигде нельзя это записывать даже невозможно это записать ни конспект ни еще что-то там да эзотерические они не потому что а как все думают не потому что тайные они понимаете все думают что это тайное что-то а потому что люди так засорили свои тела что любое использование техник света крайне разрушительно для самого практикующего видите мне обратную связь в чате вы меня слышите он сейчас слушает или ваше тело забито уже в такой степени что вы даже не понять что вы слышите да напишите слышу слышу заяц ты меня слышишь помните напишите вам в каком-то случае знаете в какой-то степени вам повезло повезло что вы можете слышать сейчас мои слова так как желание общаться онлайн и вообще ввести какие-то занятия знаете оно у меня все уменьшается уменьшается и истончается у меня такого желания даже не было никогда да знаете как вот залезешь в эту собачью шкуру да потом тяжело вылазить крайне разрушительно использование техник света для самого практикующего потому что природа природа она скрывает учителей света и их знания не потому что это может дать какие-то сверх силы вы услышите а потому что нормальным людям нормальным людям это попросту не надо пишите дальше слышите пишите пишите что нормальным людям это попросту не надо не их это эволюционный уровень а тем кому надо они сами найдут учителей в любой в любой из традиций любой знаете и свет он позволяет поменять в теле многое надевая уже эти скрытые самскары глубинные записи очень это очень глубокий уровень это уже уровень там который начинается 16 и там глубже вот и качество света они бывают разные что слышали меня если что-то в голове светится еще не означает что свет может свободно быть во всем теле его качество действительно высокое услышите уйдет много времени прежде чем качество света достигнет своей высшей чистоты и с этого момента бог начнет скрывать вас ваш опыт от людей другие люди или телепаты уже не смогут увидеть ваш истинный уровень так как ваши отношения с богом они становятся они становятся близки и интимны и любая поведенческая или эмоциональная нечистота на этом уровне она приносит физические страдания люди так страдают те которые там пошли срываются да не проработали тело уже в медитацию прутся они потом раком там вообще не буду говорить об этом и так же уровень света может порождать некоторые способности к примеру видимое свечение ауры человека мне приходилось видеть у нескольких мастеров я вижу свою ауру вижу всех ну всех с кем я общаюсь вижу да мастеров там вообще просто не писать мастера вот такого уровня они боятся проявлять себя они думают что бог все видит всем должно быть хорошо они держатся знаете как сказать кротко кротко так скрытно и незаметно вы понимали они проявляют свои способности если только природа этого захочет природа чтобы вы понимали это бог опять богоматерь можете называть серьезно если она этого захочет спонтанно не по своей воле имейте ввиду а как когда это необходимо существование как они живут в страхе божьем в смысле позитивном его смысле обладает очень простым открытым сердцем ну и думаю знаете уровне света достигли многие из них живущих и просто человек около 100 человек и высокого качества света это человек где-то максимум 50 в мире связано это связано это с неудобством света в быту время уже у нас закончилось связано это с неудобством света в быту как вы начинаете очищать все вокруг вызывая болезни родственников и коллег их стрессы рождаете им обучающие ситуации и ситуации кармической как слово отработки знаете а все вот эти подобные ситуации они лежат вне комфортной зоны человека так ведь да или нет напишите далее смотрите когда качество 20 минут еще тогда давайте и далее вы дайте мне обратную связь вам эта тема нужна еще я не спросила же вас вам со мной по дороге или просто так забрели сюда так сказать ушами похлопать вот вот то что а мне нужно это я сто процентов знаю это человек это человек не пустое слово да пишите все кто слушает иначе вас карма настигнет не ответит далее смотрите это не шутка кстати что вы понимали да и далее смотрите когда вот качество света оно достигло уже своего апогея так сказать то можно двигаться уже на следующий уровень то есть это осуществление наполненной услышите я уже как профессор осипов осуществление наполненной пустоты где вы видели наполненную пустоту вот только на этом уровне вы ее увидите и почувствуете что вы уже тогда с чувствами и поработали да и вот эта наполненная пустота это уровень полного внимания очищения тела разума уровень выше чем девятый в школе гимназии свет разума энергии пока что таких учеников у меня не было и техники вот этого уровня они практически бессознательны и они не подразумевают большого участия разума человека но но практиковать их могут люди только с очень большим количеством энергии пошедшие все предыдущие фазы кстати я спрашивала в чате помните для чего мы сюда приходим помните я всегда там иногда вопросы там задавала люди там что-то отвечают что-то там какой-то ересь там пишут не понять что да вот еще до того до того еще до 500 лет тому назад да если мы пойдем туда назад когда вот эти годуновы да там подписали все эти контракты продали нашу веру да вот тогда люди знали что мы зачем мы сюда приходим мы сюда приходим чтобы аккумулировать энергию сюда приходим взять вот эта вся фигня там которая 500 лет вот это все что происходило ужасные записи мы получили ужасные просто когда вас колбасит трясет и все такое прочее да вот эти вот самскары все там дают кость вам а вы идете жрать или там идете танцевать на дискотеке или водку пить или там трахаться идете наркоту раздражаться на кого-то обижаться и так далее да сплетничать нарушать границы чужие да и так далее и смотрите дальше мы идем да это уровень осуществления наполненной пустоты это уровень там выше чем 16 и дальше и практиковать могут только те люди у которых есть очень большое количество энергии которые прошли все предыдущие фазы знаете так как с маленьким количеством энергии но такие техники они просто не будут работать вот так вот вы просто будете сидеть как истукан но результатов никаких не будет происходить даже пробовали делать измерения знаете технари пробовали действительно делать измерение вот этой да и техники наполненной пустоты они могут включаться только у людей чего биополе где-то в 30 даже 40 раз больше биополя нормального здорового человека тогда ну что-то включится кто-то там может включиться а все что за этой стадии оно покрыто мраком тайны но из внешних свидетельств знаете можно сказать что при удачном осуществлении всех фаз включая наполненную пустоту тело может полностью трансформироваться в абсолют и исчезнуть с этого физического плана в действительности именно исчезновение физического тела из этой реальности или мокша это называется мокша мокша являлась единственным критерием развития чтобы люди об этом знали 500 тому лет назад знали в евангелии об этом тоже пишут надо уметь читать это правильно во всех ведах мокша это единственные критерии развития древние мастера писали что только мокша это критерии развития как развитие человека мы можем судить только после его смерти и как известно это известно что аурабинда и мать они пытались вот как раз осуществить мокша но без результат но без результат но также вот известно что многие они вроде свои бобы заявляли вот о своей божественности но по их смерти мир узнал горькую правду что мокши они не достигли и люди мастерства для себя отметили истину с другой стороны знаете я знаю что некоторые неизвестные особо внешнему миру люди например из тибетского буддизма или киджавин или нейгон еще там есть другие азиатские традиции они достигали мокши непосредственно перед свидетелями некоторые даже перед врачами да 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 и вот из древних учителей мудростью многие достигали мокши взять хотя бы вот кабира или христианских мистиков взять вот чем древнее традиция тем богаче были знания больше людей достигали мокши как была система знаний была система знаний и опыта знаете а кабир он он не принадлежал какой-то вот определенной вере или там идеологу но пошел прошел в серьезную систему обучения у своего гуру то есть он владел системой передавать публично он не захотел ее публично передавать так как всю жизнь говорил только со своего высокого уровня не объясняя шагов этих начальных этапов всего так вот лестницу пути поэтому кабирам как в общем многими другими замечательными мистикой можно восхищаться можно аплодировать им но научиться у них к сожалению нечему да вот посмотрите на себя на свою жизнь в вы каждый из вас знает свой текущий уровень и свой темп вы можете трезво оценить только до мокши вам осталось мокша предполагает отсутствие человеческих несовершенств нужно быть очень хорошим человеком хороший человек он же как иисус говорил хороший человек добрый вот ну а кто из нас с вами сами понимаете добр и чист сердцем кто никто но мы по крайней мере стараемся так ведь так ведь стараемся понимая что путь это ступенчатая интегрированная практика тела чувств энергии энергии самадхи тогда вы только откройте себе двери все двери все все но но я приглашаю к себе мою систему приглашаю вас кому интересно приходите видите спонтанно это все вышло вообще это не абсолютно в планах было сектор газа продолжение поэтому думаю что по этой теме мы еще раз сделаем такое небольшое объявление если если вы действительно хотите работать то есть для наших учеников то это будет кто проходил у меня обучение будет с другой ступени а кто не проходил мои дорогие приходите на базовое обучение и начинайте начинайте вот эту шелуху снимайте я рассказываю как что делать еще раз повторяю я делаю это мягко чтобы вы не ломали своих жизней и жизни ваших детей ваших супруг супругов и так далее сходите на марафон также вы узнаете много вы поможете вашему телу хотя бы поверхностно поверхностно вот эти перезаписать вот эти записи нехорошие ах мои дорогие я вас обнимаю вот сегодня у вас затянулась наша встреча надеюсь что вы чувствуете себя хорошо напишите сейчас потому что это очень важно о ваших чувствах как вы себя чувствуете напишите как вы себя чувствуете только не пишите окей или хорошо вот это говорит о том что тут нужно выходить из бронепоезда вот с этим тоже надо работать еще работать и работать мои дорогие мы стараемся мы очень стараемся очень стараемся и помните да когда мы вот эти волнения да здесь мы бросили камешек и круги пошли то мы из зоны комфорта сами выходим ну и кто с вами имеет какую-то стычность тоже выходит из зоны комфорта и тут нужно тоже учиться все это правильно воспринимать а я вас обнимаю крепко сердцем вас обнимаю душой желаю вам счастья счастья желаю вам не дурного такого знаете простого а такого когда вы владеете своим сознанием вы понимаете что вам какие части вам нужны что вам сейчас не достает понимаете это я спрашивала помните в чате что приносит страдание помните так в конце концов я не услышала там ответа а страдание приносит то когда вы или кто-то из вас не владеет своим сознанием а когда вы сознанием не владеете тогда когда вы не начали с телом работать туда снаружи в клубе не вверх куда-то да как люди представляют вот этом вверх да нет это внутрь все идет туда внутрь внутрь это называется эффект рекурсии рекурсии да если кто-то найдет там гифт такой да эффект просто можете забить эффект рекурсии сюда бросьте вы тогда будете понимать куда мы идем что мы делаем обнимаю вас крепко напишите о ваших чувствах как вы себя чувствуете если вы пожелаете оставить благодарности здесь в чате оставляйте мои дорогие пишите добрые слова присоединяйтесь к нашим чатам где мы практикуем практику поклонов держим планку сегодня еще новая практика будет я сейчас немножко освобожусь ее туда допишу некоторые участники уже которые были у меня на консультации они проделывают это лично подключайтесь к нашему чату по благодарности я там примеры такие даю вы можете на них смотреть и выбирать себе и прописывать 25 позиций с утра вы пишете вы можете поделиться также в чат у нас эти мужчины для меня это просто знаете это такое счастье для меня огромное когда я вижу как мужчины наши они раскрывают свою суть вот эту мужскую они делают первый шаг то есть не женщины у нас начали там а мужчины у нас начали первые ты посмотри еще какая какой почерк ну прямо мило мило глядеть мило чувствовать серьезно а мои дорогие крепко обнимаю займитесь собой побудьте с вашими родными пройдитесь если вам это нужно я сейчас тоже выйду пройдусь часик прогуляюсь проветрюсь и потом опять возвращаюсь нужно тоже написать много чего ну и четыре часа по московскому времени мы в нашем чате встречаемся и практикуем поклоны мои дорогие и объявление также мы со Светланой небольшое смонтируем напишем если кому-то необходимо будет вы чувствуете да что нам вместе по пути приходите пока у меня есть желание передавать вам что-то хватайте момент потому что это желание оно уже на волоске реально я сегодня уже думала знаете написать сегодня думала написать объявление что заканчивая всю эту практику обнимаю вас крепко и до встречи приходите ко мне учиться пока есть шанс благодарю пока мои хорошие